МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже в 3-4 года многие дети разговаривают по-английски, умеют читать, писать, плавать. Родители буквально разрываются, чтобы отвезти его чадо на 5 кружков в неделю. А цель какова? Чтобы ребенок вырос одаренным и талантливым. Что такое одаренность и как ее развивать? Что объединяет всех талантливых детей? И каким должен быть учитель 21 века? Здравствуйте! Вы смотрите ток-шоу «Твердый знак» и я его ведущая Виктория Новикова. Первый вопрос, который хочу задать нам в студию. Кто для вас вообще одаренный человек? Давайте попробуем ответить. Это любой человек, на мой взгляд. Любой человек является одаренным изначально. Только вопрос надо, как его одаренность открыть и в каком направлении развивать. Потому что некоторые до 50-60 лет занимаются не тем делом, которое они могли бы делать лучше. Как этого достичь, как это найти, это, наверное, целая история. Это отдельная не только передача, книга и не одна. Ну, минимум одна передача наша тоже пойдет. Тимур, вот как ты считаешь, кто такой одаренный человек? Это тот, кто много умеет, очень талантливый, умный. Ты считаешь себя талантливым ребенком? Считаю. Ну, расскажи, пожалуйста, чем ты увлекаешься? Какие у тебя уже есть заслуги? Какие кружки или что в смысле? Давай про кружки сначала расскажем. У меня в Зарнице есть кружок по робототехнике, по мультипликации. Еще есть у меня... Я хожу в детский университет. У меня еще есть музыкальная школа. Я в музыкальной школе хожу на барабаны, на ударные, на сольфеджио и на слушание музыки. Тимур, вот смотри, как много всего. Ты вообще устаешь? А, еще я на киндо хожу. На что? На киндо. То есть у тебя и спорт, ну, в общем, во всех сферах ты пытаешься развиваться? Да. Устаешь ты? Ну, иногда из-за киндо, да. Ну, то есть тебе, в принципе, можно и разрядиться физически, пойти там побороться. Мама тебе все эти кружки посоветовала, вот, чтобы ты начал этим заниматься? Или ты сам сказал, хочу и робототехнику, и вот хочу в музыкальную школу ходить? Некоторые маму посоветовала, потому что о некоторых я не знал, а некоторые я сам захотел. Ну, вот видите, один пример у нас одаренного ребенка, мы все-таки его можем назвать одаренным ребенком, есть в студии. Я хочу все-таки представить всех экспертов, чтобы уж было как положено. Темирбулат Рашитович Самирханов, директор IT-лицея Казанского федерального университета, победитель гранта «Наш лучший учитель» в 2011-2012 году. В 2013-м достойно был второго места в конкурсе «Учитель года» города Казани. А также ему была присвоена высшая квалификационная категория «Учитель математики». Анастасия Салахова, арт-директор детского научно-развлекательного центра. И Валиян Фаридович Габдулхаков, профессор, доктор педагогических наук, заместитель директора по научной деятельности Института психологии и образования Казанского федерального университета. Ну вот вместе с вами нам сегодня предстоит поговорить вообще о том, что же такое вообще одаренность и как ее развивать. Какие еще у вас мнения есть, Анастасия? Интересный вопрос. Мнений на самом деле очень много, потому что в этой сфере я работала всегда. Всю свою карьеру строю на том, чтобы раскрыть одаренность в детях. И сейчас место, где я работаю, продолжая свою педагогическую деятельность, это центр, о котором мы говорили. И сегодня уже Тимур о нем сказал, центр «Зорница». Здесь как раз ребенок может полностью удовлетворить свой интерес в поисках того места, куда дальше приложить себя, свои силы и родитель тоже. То есть наш центр разделен на 7 интерактивных станций, полностью охватывающий разнообразные интересы ребенка. То есть и творчество, и спорт, и интеллект. И придя туда, ребенок может попробовать себя везде. И создавая эффект «Вау», дальше ребенок увлекается определенным направлением. Идет, например, в IT-лицей, там занимается робототехникой или другими направлениями обучения. Поэтому я считаю, что это будущее дополнительного образования. Такие интерактивные центры, где можно, развиваясь, играя, узнать свои интересы и понять, в какую почву сеет то самое зерно в ребенке. Ну, Тимур немножко засмущался. Какие у него еще есть, я знаю, награды, да, вот именно в вашем центре, как себя он проявил? Ну, Тимур очень талантливый ребенок. Мало того, что он у нас ходит на два кружка, кроме всего прочего, он у нас участвует в различных соревнованиях. Например, соревнованиях по робототехнике. Но здесь Тимур лучше, наверное, расскажет про свои награды. Похвались нам. Давай, Тимурчик. Я в Зорнице диплом заработал. Еще мой брат Искандер заработал один диплом там. На него пришли действительно с семьей. Вот можешь передать микрофончик своему старшему брату. Искандер, расскажи, пожалуйста, и о своих достижениях. Я знаю, что ты увлекаешься железными дорогами. Вот почему у тебя такое хобби вообще? Ну, увлекаясь я вообще-то много чем, в том числе, да, и железной дорогой. То есть я посещаю Казанскую детскую железную дорогу. Это около поселка Залесный. То есть что она из себя представляет, это комплекс по подготовке, ну, то есть кружок по подготовке, обучение основным железнодорожным профессиям. То есть зимой изучается теория, летом практика. То есть помимо школы можно этим заниматься. Вот, проводятся каждые два года всероссийские слеты в разных городах. Я два раза участвовал. Второе и пятое место по профессиям дежурным по станции и машине степловоза, соответственно. Также я еще увлекаюсь велоспортом, веломеханик. Есть места на соревнованиях, также места на многих научных конференциях, как городского, так и российского уровня, такие как Поволжская конференция и так далее. По разным направлениям физика, информатика, биология, то есть там вообще, ну, много чего. Чем я еще увлекаюсь? Ну, так еще, помимо этого, программированием немного, электроникой, электротехникой. Ну, вот, вкратце так. Ты всегда был таким активным ребенком? Или у тебя какой-то это прям момент, что все ты хочешь? Ну, как, все постепенно, то есть с течением времени появлялись новые увлечения, старые там ходили. То есть, ну, в свое время я музыкой занимался, закончил музыкалку с красным дипломом. Но мне это не очень нравится, это меня родители заставили. Вот, что еще? Ну, много чего вообще родителей заставляли куда-либо ходить в детстве? Ну, вот, в основном музыкалку и пытались меня на этот, на борьбу записать, но мне не очень понравилось. Ну, тем не менее, ты себя нашел в дальнейшем. Ну, да. Это тоже очень хорошо. Эксперт, у меня к вам, конечно, вопрос есть. Должны ли родители вообще заставлять ребенка куда-либо ходить? Можно мне подключиться? Конечно, давайте. Ну, во-первых, что надо сказать, что на уровне России все-таки было две концепции, две программы развития одаренности. Одну подписал Медведев, когда был президентом России, второй Путин. Почему получилось две? Потому что после первой был поднят такой глаз общественности. То есть, очень многие стали говорить о том, что одаренность – это вообще тонкий процесс. От одаренности до девиации буквально вот полшага. То есть, можно и в ту, и в другую сторону скатиться. Почему? Ученые стали пересматривать позиции. Во-первых, запретили категорически выявлять одаренность в дошкольном возрасте, то есть в раннем возрасте. Категорически запретили истощать психические ресурсы ребенка в начальной школе. То есть, нельзя его во все спектры возможности, потому что действительно на уровне начальной школы и даже средней школы ребенок может быть одаренным во всем. А когда он заканчивает школу, поступает в ВОЗ, он становится середнячком. И очень много случаев, когда, допустим, золотой медалист, стобальник, по всем признакам, которые принимает наш Минобор, он одаренный, поступая в ВОЗ, становится вообще незаметным. Или выпускник университета с красным дипломом не может себе найти место и теряется или в дворниках, или в слесарях и так далее. Это вот позиция, которая связана с тем, что у нас крайне мало педагогов, способных работать с одаренными детьми. В науке это называют обнативностью. И говорят, что от природы, вот среди самых талантливых педагогов, обнативностью обладает примерно один на тысячу. Вот примерно. Профессионально таких педагогов у нас пока еще не готовят. То есть это исследования, которые говорят о том, что готовить надо. Надо искать таких педагогов. Не все способны, оказывается. И здесь не играет роль, допустим, знание предмета или умение преподнести этот предмет. Это склонность вот именно увидеть ребенка изнутри. Вот именно тот профиль, который есть. Вторая позиция. Вот среди обывателей бытует мнение, что одаренных мало. Что одаренным бывает один ребенок на тысячу. Но наука уже все это выяснила и на мировом уровне признана, что неодаренных детей нет. Просто у нас, опять же, вот крайности. Все думают, что одаренным являются те, кто хорошо успевает в школе. То есть вот те критерии, которые приняты в школе и даже в ВУЗе, это критерии, по которым нельзя оценивать одаренность вообще. Это просто успешность. Это способность хорошо учиться. А одаренность, она проявляется в другом. Потом не обязательно одаренный должен быть лидером, руководителем. Думают, что раз руководитель, значит одаренный. Если он поступил в аспирантуру, значит одаренный. Одаренным может быть и слесарь, и токарь, и землепашец, и кто угодно. Надо только увидеть это и организовать правильную траекторию его движения. О каких вот критериях, вы сказали, одаренность? По каким критериям она тогда все-таки выделяется? Ну, в зависимости от того, какая одаренность. Если интеллектуальная одаренность, то это критерии интеллекта. Если одаренность креативная, то есть творчество в разных плоскостях, это может быть и робототехника, это может быть и рисование, это может быть и музыка, то там свои специфические критерии. То есть в зависимости от профиля выделяются свои критерии. Но критерием всегда это, конечно, продвинутый результат То есть тот результат, который он делает более высоким По сравнению с теми, кто выполняет этот результат Какой-то средний показатель по среде Среди токарей 10 деталей хорошего качества за час А этот человек выполняет, допустим, 100 деталей То есть существенно выше за такой же временной промежуток Еще раз говорю, это показатель, согласен с коллегой В каждой сфере он будет определенный Кто-то запоминает тысячи слов, кто-то запоминает два При этой результативности это любовь к тому ремеслу, которым он занимается То есть он вкладывает душу А для одного это будет, как говорится, мучение А для него это удовольствие То есть в таком случае родители, наверное, кто постарше Должны ребенка как можно в различные секции направлять Чтобы раскрыть, где, в какой области у него есть талант Возможность выбора должна быть Во-первых, возможность выбора Во-вторых, конечно, должен быть какой-то некий родительский всеобуч Я вот тут хочу дополнить, добавить Как раз вот некий такой всеобуч Сейчас повсеместно используется по всему миру И у нас, слава богу, в нашем городе Казани уже открыто Несколько таких центров, один из которых я представляю Это место, где ребенок может попробовать себя во всем И родитель, если он будет качественно наблюдать на это со стороны Он увидит, где ребенка зацепило Где он заинтересовался Где он остановился Либо он увлекся наукой и стал изучать интерактивные экспонаты Например, которые у нас есть И увлекается экспериментами, которые там ставятся Либо он остановился, например, на станции декоративно-прикладной Где его заинтересовали интересные поделки Либо, может быть, он будущий космонавт И на станции космодром он смог проявить свои таланты Такие интерактивные центры сейчас открыты по всему миру И это действительно возможность без травм Без родительского давления Увидеть и понять, чем ребенок заинтересуется Еще один момент очень важный Извините, вот чем отличается Россия от Запада Тем, что у нас все-таки типовой вариант обучения То есть ориентирован на среднего ученика На Западе там идут дальше Во-первых, там вариативность стандартов И нет таких вот регламентов Которые висят, как домоклов меч над каждым учителем В чем дело? Вот у нас традиционно двоечник, он и есть двоечник Троечник, значит троечник То есть это явно не одаренный На Западе крест не ставят Как раз вот эти двоечники и троечники Если организовать правильное психолого-педагогическое сопровождение Правильную траекторию Могут стать лидерами Даже двоечник по математике Который не знает таблицу умножения Может стать гением в области математики Вот я приведу такой случай Одна мама привела ребенка В четыре года И говорит, он не говорит До четырех лет Вот что вы сделаете с таким ребенком? Скажет, не говорит Коррекционную школу Какой он? Ну явно не одаренный А имя этого ребенка Альберт Эйнштейн Который в школе учился на тройке И даже в институт физики не смог поступить Поступил педагогический Стал нобелевским лауреатом Таких примеров масса Просто нужно создавать Правильные условия У нас крайне мало Грамотных людей Способных вот это вот организовать То есть главная проблема Все-таки идет именно В педагогическом составе Те, кто могли бы правильно Работать с детьми После небольшой паузы Мы с вами как раз-таки И продолжим говорить о том Что такое одаренность И как ее развивать МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите ток-шоу Твердый знак И сегодняшнюю беседу Мы решили посвятить одаренности Как ее вывести И как с ней работать Хочу предоставить слово Нашим гостям Которые сидят на студии Это прекрасные милые девушки Хотелось бы услышать Ваше мнение вообще По поводу одаренности Может быть кто-то из вас Обладает каким-то талантом Просто вы скромничаете И никому об этом не говорите По моему мнению Одаренный человек Это в принципе любой человек И одаренность проявляется В каждом по-разному Человек занимаясь К примеру математикой Может заниматься Также и литературой И это я считаю Будет его одаренностью На своем примере могу сказать То, что в детстве Я занималась очень Разнообразными кружками В разнообразных кружках Начиная допустим с танцев И заканчивая каратэ И в том числе Это была и театральная студия И информатика И скажем так На большинство занятий У меня была тяга ходить А некоторые конечно же Предложили родители Но чем хорошо Меня никогда не заставляли Ничего делать И я на все шла Осознанно Выбирая это И желая этого И сейчас Я считаю Что самым долгим Моим увлечением Явился конный спорт Которым я занималась Четыре года Но к сожалению Мне пришлось Бросить Ну по собственным причинам Но я считаю То, что Если бы я продолжила заниматься То это смогло бы стать Моей будущей Может быть даже Карьерой Или занятием на всю жизнь Спасибо Как вы считаете У детей должно быть Такое насыщенное расписание С детства Просто режим во всем Начиная с подъема Заканчивая Не знаю Соответственно Когда он во сколько Должен смотреть фильмы Во сколько он гуляет Вот эта строгость И режим Он должен быть Самым в детстве У детей Я считаю Что все-таки Строгость Должна чем-то ограничиваться В детстве У ребенка Потому что все-таки Он должен У ребенка Вообще должно быть детство Он должен И успеть И погулять С друзьями И поиграть И в то же время Развиваться И ходить На всевозможные Кружки Но родители Должны поддерживать Ребенка И не заставлять Его ходить Туда, куда он Не хочет этого делать Другой случай Конечно Когда ребенок Вроде бы как Хочет ходить И у него есть К этому способность Но по каким-то причинам Допустим Это может быть Непонимание Со стороны преподавателя И ребенок Хочет прекратить обучение В этом случае Я считаю Что все-таки Родители должны Как-то поговорить С ребенком И возможно Попросить его Понять Что он должен Этим заниматься Дальше И как-то Поддержать его Направить Что все-таки Не нужно бросать Сейчас Это на моем Примере Лично Я через это Прошла Потому что Я занималась В музыкальной школе И спортом Тоже занималась И по каким-то причинам Я всегда это бросала И родители Меня в этом Тоже поддерживали Не заставляли Дальше Подолжить заниматься Но я жалею сейчас То, что я не продолжила Потому что Возможно Я бы чего-то достигла Продолжив заниматься Тем, чем я занималась Вот Мне кажется Это все очень индивидуально Потому что Для кого-то Наверное Будет полезно Если мы за него Составим распорядок дня И будем за ним следить Для кого-то полезно Дать определенную свободу На некоторое время Если бы был бы четкий план Ну, к примеру Там по пунктам В 7 лет то-то В 8 лет то-то В 10 то-то То мы бы Я думаю Родители Многие Тем более сейчас Очень многие родители Занимаются своими детьми Действительно Этим планом бы воспользовались И у нас там Было бы поколение Таких идеальных людей Скажем так Но этого же Это же нет сегодня Да Люди разные все И поэтому Вот как раз Коллега, наверное Который занимается Психологией Педагогикой Уже с точки зрения Научности Он подтвердит Или опровергивает Потому что Сколько это изучается Еще, наверное Столько же Еще столько же Надо изучать Чтобы немножко В этом разобраться И при этом Каких-то общих выводов Делать очень тяжело Допустим Мне Даже по одному человеку С 7 до 9 Допустим Я по себе скажу Мне нужно Чтобы меня отводили За ручку А с 10 Мне реально нужно Чтобы меня никто Не трогал До 12 лет У кого-то У моего соседа Это по-другому Это На мой взгляд Тяжело Очень научно Обосновать И Это индивидуально Для каждого человека Целое исследование Для каждого человека Как вы считаете Всякого ребенка Можно довести До сияющих вершин мастерства В любой заранее намеченной профессии В заранее намеченной нет Но если какую-то диагностику Произвести Но я думаю Что не по ребенку Я вот Тоже слушал коллег И гостей И хотел сказать Что мне кажется Мне кажется До 14 До 15 лет Развивается определенная компетенция То есть это Ну чтобы человек был здоров Координация Говорить умел Там и прочие Какие-то вещи На до хорошего уровня Развивается Чтобы мы могли общаться И еще раз говорю Кто-то умеет там Тысячу считать в уме Кто-то очень серьезно Кто-то еще чего Чему-то учится Но для того чтобы Если мы говорим о том О чем вы спрашиваете То Здесь нужны Серьезные еще и знания Энциклопедические знания Мы говорили про Бертенштейн Допустим Он Нобелевский гулятор Не только потому Что он одаренный Я думаю Что он там Тысячечек книг прочитал Миллион опытов сделал Обосновывался На каких-то Энциклопедических знаниях Которые он получил И мне кажется До 10 лет До 12 лет Это Если мы говорим в среднем Еще раз говорю Есть исключение Один человек на миллион На миллиард Который может быть Все это изучит И в 12 лет Но какой-то сознательный возраст Ну пусть будет там С 16-18 лет Когда человек Готов впитывать Огромные потоки информации И потом их преобразовывать Вот этот промежуток Он получил информацию Преобразовывает Может быть С нестандартной стороны Эту информацию преобразовывает И уже вот его решения Они действительно одаренные Они интересные И вот за этим решением Мы гонимся На самом деле Мне кажется так Потому что Дети они все одаренные Взрослые тоже все одаренные Отвечая конкретно По заранее выбранной теме Нет, невозможно Если Тему выбрать На основании диагностики Этого человека Думаю, что возможно То есть в IT-лицее Как сейчас сказали Действительно учатся Только одаренные дети Вообще везде учатся Только одаренные дети В IT-лицее учатся Одаренные дети Которые смогли Сюда поступить Либо по результатам Олимпиад Либо по результатам Конкурсного отбора По русскому По математике По логике По физике По информатике Мы выбираем Те направления Которые Ну как бы Наша миссия Связана с научным профилем С информатикой Поэтому И проверяем Входные данные Ну Как вчера были гости У нас Ломоносов К нам бы не поступил Или еще кто-то Потому что В этот временной промежуток Его в детский Он не показывал Особых успехов учений Сегодня я узнал Что Эйнштейн бы тоже К нам не поступил Хотя Жалко Но думаю Что кто-то из Эйнштейна В будущем у нас учится Действительно сейчас есть Ну действительно говорят Что многие выдающиеся ученые Они бы не прошли Наверное Половину тех испытаний Которые сейчас проходят дети Да Связаны с нашими ЕГЭ И прочими экзаменами Можно я вас перебью Мне кажется Просто вот эти все примеры Они не слуху И принято в разговоре И везде Ну приводить контрпримеры Да Поэтому мы говорим И про Эйнштейна И про прочих каких-то людей Как там И Ульянов Ленин Да И какие-то Они в какой-то степени Великие люди Но в какой-то временной промежутке Они были Ну Посредством неправильного слова Просто Ну были незаметными Были незаметными И наоборот Даже показывали Худшие успехи Но В целом Мне кажется Что Все равно динамика Того человека Который достигнет Супервысоких результатов Она видна Еще раз говорю Если взять тысячи человек Которые достигли Получили Нобелевскую премию Допустим То из них 900 Они уже со школьного возраста Какие-то успехи показывали Это Не статистические данные Это мое предположение Спасибо И хотелось бы перейти к теме Ну именно Преподавателей Мы сказали Кто такой учитель 21 века Вот ваше мнение Хотелось бы услышать Кто он Его образ Вы знаете Вот Со многими личностями Приходилось общаться Которых можно назвать Одаренными И многие Говорили Что вот они состоялись Такими личностями Не благодаря образованию А вопреки Образованию Вот это обидно слышать Когда ассоциируешь себя С учительским коллективом Что вот про тебя могут сказать Что вопреки Конечно все равно Благодаря образованию Но Они обратились К какому-то другому Еще образованию Альтернативному Дополнительному Там факультативному Что-то самостоятельно изучали Которое им нравилось Которое было востребовано И в результате Реализовались как личности Вот когда Мы взялись За разработку Стратегической академической единицы Учитель 21 века Мы отрабатывали И отрабатываем до сих пор Такие траектории технологии Которые бы Исключили Вот этот Оборот Вопреки Чтобы это было всегда Благодаря образованию Вот учитель стал таким учителем Учителем 21 века Очень часто Вот вы начали даже с того Что многие родители Хотят чтобы дети знали много языков Можно вспомнить историю Мы наследники Ушинского Который запрещал изучать В принципе второй язык Его там с пятого класса Учили и так далее Упор делался на родной язык И вся советская педагогика Строилась на том Что надо воспитывать нравственность И все другие качества На основе родного В данном случае русского языка Сейчас мы видим Совершенно другую точку зрения То есть все то Что было наработано Советской педагогике Особенно в теории воспитания Получается Подвергается дискредитации С одной стороны Можно верить этому или не верить Но эксперименты показывают Действительно Чем раньше ребенок Осваивает языки Тем лучше И потом есть В Соединенных Штатах Такой институт Который называется Институтом резервных возможностей личности И они уже 20 лет тому назад Доказали что Мозг ребенка Завершает свое формирование Ну мозг человека Не в 20 лет Не в 30 лет Как говорили раньше Там кто-то говорил В 40 лет В 50 лет Разные промежутки времени обозначали Оказывается завершает свое формирование В 3,5-4 года Это очень печально Я сейчас надеюсь выучить язык И из этого они делают вывод Что язык И языки Вообще И всю базу Которую хочет увидеть родитель В своих детях Надо закладывать до 4 лет А попытки научить второму языку Даже в 6-7 лет Я уж не говорю Там В 12-14 лет Это малоуспешные попытки Неперспективные Чем взрослее ребенок Чем труднее ему осваивать Но я не буду здесь говорить О психолингвистике О двух семантических базах Которые кодируют Вот эту информацию Двух языков Перекодировка Просто хочу сказать Результат Что перекодировка Усложняется А когда ребенок маленький Даже еще не родился Вот год ему Там полгода Вот эти семантические базы Наполняются Без смешения Есть понятие Координативное двуязычие Свободное владение двумя языками Субординативное Смешанное И масса других типов Вот до 3,5-4 лет Формируется Спокойно Совершенно Координативное двуязычие Причем оно Очень благотворное Потому что Если действительно Ребенок воспитывается В двух языковых средах С ним говорят На двух языках А то и на трех Это база Которая повлияет На развитие Математического мышления Художественно-образного И так далее А вот эти вот Типы мышления Логическое Математическое Художественно-образное Они все взаимосвязаны Нельзя научить математике Не развивая Художественно-образное мышление В Америке Это давно поняли В математических школах Занимается искусством Литературой Говорят, что математик Может написать Кстати, лучше Знаменитый учитель Ефремов Царство ему небесное В Бугульме Вот я бывал На его уроках По алгебре Он на уроках Алгебры 30 минут Рассказывал О Наташе Ростова И Льва Толстого Я думаю, зачем это? Весь класс был заворожен А в результате Решали уравнение В конце урока Я говорю В ваших учебниках Ничего такого нету Это, говорит, игра Это импровизация В учебниках Такого не напишешь Видите, учебник Это одно Урок совсем другое Откуда результат? Он говорит Смотрите, учебник А в учебнике Ничего нет такого Это мастерство учителя Вот про мастерство учителя Я тоже хотел спросить Ребята в студии У меня есть К сожалению Горький опыт В школе То есть Во многих Предметах Которые мы изучали Мы отталкивались от учителей Если был действительно Плохой учитель Или у тебя не складывались С ним отношения К сожалению У тебя пропадал интерес К уроку Вот у вас были такие случаи? Ну Это действительно так Потому что В первую очередь Предмет Заинтересовывает тебя Только благодаря педагогу То есть Монотонный голос Полное отсутствие Любви К своей работе Это как бы Видно И детям Это не нравится Человеческий фактор В плане Педагогики Играет Действительно Важную роль Потому что Если Преподаватель Заинтересован В том Чтобы дети Любили его предмет То дети его и полюбят Я также знаю Что вот в IT-лице Сейчас даже роботы Уже преподают Расскажите нам Пожалуйста Немного о Еве Это так зовут Робота Нравится ли детям? Робот отдельно Не преподает Уже много было Публикаций в СМИ Он работает Как ассистент учителя То есть Допустим Я веду урок По математике И в этот же момент В комбинете Находится робот Ева Который похож на Персонажа Одноименного В фильме Вал-И Называется Очень похоже Тоже катается на колесиках Также такие же звуки Примерно может издавать Голубые глаза у него И конечно Прежде всего Это инструмент Повышения мотивации Школьников То есть Им интересней Присутствовать на уроке Понятно Что от мастерства Учителя Очень много зависит И вот согласен С теми Кто говорил до этого Что дети приходят Прежде всего Не на урок Именно Ну в зависимости от возраста Они приходят к учителю К учителю И вот как они там будут сидеть Они же И так не очень разбираются Допустим в определенном возрасте Что им больше нужно Математика Или история Общество знаний Или татарский Они приходят к учителю Кто действительно Больше их заинтересует И больше будет Рассказать стихи Или петь Или плясать на уроке Образно говоря Тот и достигнет результата В плане На того Что дети Ну как бы Уйдут со знаниями Или без знаний С его урок И робот Ева Выступает Он или она Не знаю Выступает Как ассистент учителя Ты загружаешь Какой-то материал Который она может Воспроизводить Говорить Кататься Она может Там есть видеокамера Которая может Распознавать лица Ну в общем Как компьютер Ты же когда покупаешь компьютер Он без Ну там Windows или там Linux Смотря какая система Которую ты установил Или Которую там IOS И потом ты ее наполняешь Тем программ Которая тебе интересна Здесь все то же самое Наполняешь Просто лекционным материалом Он будет просто Рассказывать лекцию Наполняешь Какими-то шутками Которые Ну например Наполняешь Обратной связью Как вот у нас есть Помощники Окей Google Привет Siri Которую мы обращаемся Они ищут ответы в интернете Или в своей базе Если там офлайн Здесь то же самое На определенный вопрос Он умеет отвечать Таким-то образом Вот К интернету Он не подключен Я к тому говорю Что абсолютно На все вопросы Он ответить не может На часть вопросов Он отвечает таким образом Чтобы Ну На оставшиеся вопросы Он отвечает так Что ответит потом Допустим Или на это ответит Уже только живой человек То есть Новые технологии Это какая-то Незаменимая уже Часть Прогресса Вообще в области образования Можно так сказать? Не знаю Это опять-таки Очень индивидуально Потому что кому-то Нужны пульты интерактивного образования Доски интерактивные Мониторы Кому-то достаточно просто Мело Которое крошится И доски Чтобы завлечь детей Я бы хотела добавить Я прошу прощения Я работала В дополнительном образовании В очень многих сферах Я работала В центре детского творчества Самом обыкновенном Я работала В других направлениях Я была и воспитателем И педагогом То есть Весь этот опыт у меня есть Пожалуй, это путь По которому нужно идти И то, что Совместно с роботом Проводить занятия Я думаю, эти занятия Будут более результативны В любом случае Конечно, зависит Наверное, еще От возрастной категории детей Но Допустим, у нас Как детей 5 лет Так и детей 14 лет Это такая у нас Возрастная категория Гораздо больше Интересует предмет Они гораздо больше Заинтересовываются Например, мультипликацией Делая это не просто Из-за каких-то подручных вещей А работая уже На профессиональном оборудовании Чувствуя себя уже В этом плане В плане настоящими профи Как они себя считают Ну и, безусловно Вопрос о педагоге Тоже важен У нас есть наставники Которые занимаются детьми Это молодые, активные ребята Прошедшие предварительное обучение У высоких профессионалов Которые также могут Заинтересовать и этим предметом Спасибо большое И заключительное слово Как раз-таки хочу предоставить вам Валерий Анфаридович У нас осталось много времени Я не совсем заключительный Вот к вопросу о технологии Вы сами спровоцировали Такой вопрос Новые технологии Я сторонник всех новых технологий В том числе и робототехники Интерактивных, информационных Геймифицированных, цифровых Но при этом не надо забывать Что значит слово технологии В переводе с греческого языка Вот кто знает Что означает это слово Но я не говорю Откройте словарь Ожегова Потому что он был написан В 60-х годах И там написано то, что надо Это производство А на самом деле В переводе с греческого языка Это искусство Мастерство Это искусство, мастерство Взаимодействия души педагога С душой ребенка Я считаю это дар божий А вот талант Это уже признанная одаренность Реализовавшаяся Талант это всегда труд Потому что просто одаренность Она ничего не даст Можно всю жизнь прожить с этой одаренностью И никто никогда не узнает Даже сам носитель этой одаренности Что он одаренный в чем-то был Талант это труд То есть постоянно работа И постоянно реализация Постоянная реализация Вот этой вот одаренности Упорный труд Только тогда будут результаты Спасибо вам большое Что вы пришли на нашу программу Мы поговорили на эту тему Желаю всем быть Так или иначе одаренными Развиваться и трудиться Как мы уже сказали Вы смотрели ток-шоу Твердый знак Для вас его вела Виктория Новикова Увидимся с вами на следующей неделе Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...